друзья всем привет я финляндии первый раз за два года потому что была пандемия и не было возможности въезжать в европу вот что хочу сказать начитались очень много страшных историй про то что к русским сейчас очень плохо относятся что отбирают деньги на границе нет это не так никто деньги не отбирает здороваются пропускают и говорят добро пожаловать приезжайте тратите деньги пожалуйста вот страна очень спокойная климат приятный сейчас вот очень тепло сегодня до 28 градусов я нахожусь небольшом городе лапиранта вот и буду здесь гулять немножко гулять и буду рассказывать вам что здесь интересного так только что вышла из торгового центра галерея сейчас пойду гулять по улицам но традиционно для финляндии очень мало людей на улицах вот совершенно понятна картина то есть выходной день люди скорее всего сидят по домам никуда не спешат в принципе население не так много для того чтобы создавались толкучки в центре города есть небольшое кладбище и набережная хочу прогуляться туда кладбище показалось очень интересным ну и заглянуть на набережную а дальше посмотрим когда я приезжаю в европу первое время первым делом не смотрю на разные различные стритфуды ресторанчики вот кебабные вот сейчас зайдем посмотрим что здесь в этой кебабные какие цены и так далее ну вот друзья по поводу хамство столкнулась я с хамством и пока я не столкнулась хамство потому что я была только на кладбище здесь никого нет но вот так и бабная в которой я хотел зайти показать вам цены да там была легкая неприязнь то есть я начала снимать меню рассказывать про комплексные обеды комбо ко мне подошел мужчина арабской внешности сказал you wanna russian я сказала no i'm ok i can read it на что он так скептически покачал головой отвернулся ушел в подсобку вот друзья обратите внимание здесь рядом с могилами с некоторыми могилами установлены фонарики скорее всего на солнечной батареи таким образом да даже ночью здесь у могил бывает светло да идем продвигаемся дальше вот опять же да видим о том что кладбище не заброшенное сюда периодически приходят люди ставят свечи лампадки вот высаживают цветы подожлечки стоят дубу говорят что самые тихие соседи это те которые находятся на кладбище и в этом плане дому кладбище это наверное самое удачное месторасположение удачнее которого придумать вопреки всем предрассудкам просто невозможно так ну вот друзья одна из пиццерий где меня очень вежливо обслужили даже предложили бесплатный кофе прайс средний по европе по 10-15 евро за пиццу специализируется на пицце на сэндвич и видимо на шведском обеде вот из различные топинги сейчас попробую пиццу и расскажу свои впечатления друзья мне принесли пиццу давайте посмотрим что это за пицца кого ничего себе вот это да очень большая пицца такие вот они финские самокаты в аренду называется bird но не единственное также как у нас золочены на сигналку скачивайте приложение bird up com sub stores google play и можно стартовать да действительно набережные сейчас репетируют какой-то фестиваль а я решила пойти дальше и вот мы снова видим вот эти вот самые домики с прозрачными балконами вот это потрясающе световой эргономикой продвинемся дальше да и вот ландшафт в городе неоднородный вот благодаря такой вот неоднородности ландшафта мы видим различные решения ландшафтные то есть вот такая вот лестница до встроенная а там сколько получается раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь уровней и посередине допустим скамейка до гараж то есть вот такая вот вместность она дает пространство для воображения просто для архитектурного творчества а дальше все дальше начинается пешеходная зона и здесь уже дальше нет никакой инфраструктуры кроме некоторых жилых домов вот и вот дорожки собственно говоря это говорит о том что у людей есть пространство личное для для того чтобы выйти для того чтобы позаниматься спортом скандинавской ходьбой или просто полюбоваться на природу но в целом атмосфера очень здоровая для психики гораздо здоровее чем жить в 20 этажках 25 этажках и на голове друг у друга вытворять бог ведь что здесь в черте города уже можно купаться здесь люди купаются немножко отойти от центра и вода очень чистая женщина очень загорелый вот я отсюда вижу не знаю видно ли это в камеру но люди прям реально очень-очень-очень загорелые вода давайте попробуем воду мне кажется что вода теплая потому что сегодня на улице 28 градусов ну в принципе да не такая уж и холодная внимание друзья очень чистая набережная прямо очень здесь нет ни одного окурка я хотела выкурить здесь сигарету но я вижу что здесь нет ни одного окурка и я даже не знаю можно ли здесь вообще курить и курить ли здесь кто-нибудь и если курит то куда он одевает окурки уносит ли он с собой либо он просто соблюдает правила и не курит вот это интересно напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а вот тут самый ресторанчик где мне вежливо обслужили рекомендую сузан ресторан на владелец турок наверное так его и зовут добро пожаловать меню на русском языке меню на финском увидите не проходите мимо резюмируя все вышесказанное финляндию сейчас ехать не только можно но и нужно спокойная красивая природа жилюбные пограничники а также малое количество туристов сделают вашу поездку приятной запасайтесь за гранпаспортами и визами и вперед до новых встреч друзья